Коридор Студентов интересует разное направление. Пойдемте узнаем, почему же они выбрали именно наш университет. Мне кажется, что именно этот университет дает много возможностей в будущем трудоустройстве. И также по окончании университета я знаю точно, что я буду знать хорошо язык. У меня некоторые из семьи учили здесь, и я просто выбрала его. Что мне нравится. Здесь атмосфера хорошая. Когда мы в Питере ездили с бабушкой, спрашивали дорогу, так там люди чуть ли не сами подбегали с навигаторами, с картами, все объясняли, рассказывали. То есть сам Питер мне понравился как город. Сегодня в СПБГУ более 30 тысяч студентов и почти 6 тысяч преподавателей. Также действует 79 образовательных программ бакалавариата и специалитета. Ознакомиться с ними приехали ребята из разных городов России. И для тех, кто еще не определился с профилем, День открытых дверей подготовил профессиональное личностное консультирование. Для того, чтобы это определить, мы проводим консультирование по двум анкетам. Это карта интересов и Холланд, по которому определяем профессиональный тип личности. Вопросы направленные, они разные. По Холланду там больше, например, любите ли вы заниматься спортом, или вам нравится заниматься искусством, нравится ли вам писать эссе, заниматься музыкой, кропотливо работать над техническими какими-то вещами. Продолжим рассказывать об университете в цифрах. Сегодня с ним сотрудничают 350 вузов и почти тысячи работодателей-партнеров. А научный парк университета насчитывает уже 25 ресурсных центров. Образование, которое получают студенты в классическом университете, отличается тем, что у нас есть фундаментальная базовая подготовка по всем основным дисциплинам – физика, математика, история, иностранный язык, биология. И кроме того, у нас очень тесное взаимодействие с работодателями, научными организациями. И это позволяет ребятам уже в процессе обучения приобщаться к науке и узнавать, что будет востребовано на производстве, на практике в ближайшие несколько лет. Теория пересекается с практикой. Это огромный плюс учебы в СПБГУ. А еще большим преимуществом является то, что университет идет в ногу со временем. Моя коллега Ольга Артеменко с помощью новых технологий смогла в прямом эфире общаться с абитуриентами и передавать им актуальную информацию о поступлении от самых ответственных источников. Есть какое-то кардинальное различие с прошлым годом, что изменилось в системе поступления. На что нужно обратить особое внимание? Особое внимание в этом году нужно обратить на согласие на зачисление. Это новый институт, который предусмотрен в федеральном порядке приема Министерства образования и науки. Если раньше мы зачисляли по системе приоритетов, то есть подав заявление и указав в нем приоритетность для поступления, человек уже просто ждал, смотрел в рейтинговые списки, как они меняются в зависимости от конкурсной ситуации и на какую образовательную программу он проходит. То в этом году не обязательно он должен представить согласие на зачисление на ту образовательную программу, на которую он хочет быть зачислен. Родители школьников тоже переживают за будущее своих детей. И сегодня они смогли задать все волнующие их вопросы. Я очень надеюсь на то, что моя дочь как раз способна учиться в этом университете. И мы все для этого делаем. Мы участвуем и в олимпиадах, и развиваемся в разных направлениях. Участие в олимпиаде – еще один плюс для поступающего. Совсем недавно в ИСПБГУ прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. И в этом году ИСПБГУ поставил новый рекорд по численности участников. Приехали более 69 тысяч ребят практически со всех регионов России. Нужно сказать, что вот с этого года у ребят появилось большое преимущество, я бы так сказал, олимпиадников, которые стали победителями и призерами, поскольку диплом олимпиады теперь действует в течение четырех лет. Единственное условие, которое требуется для получения льгот – это необходимо сдать ЕГЭ на сумму баллов не менее 75. Завершился день абитуриента рассказами студентов первого курса о поступлении в ИСПБГУ и об учебе в университете. Лучший университет в городе, лучший университет в стране. Санкт-Петербургский государственный университет на этом не останавливается. Уже второй год подряд он входит в сотню лучших университетов мира. Сегодня его посетили будущие студенты и их родители. У школьников впереди сдача экзаменов и ожидания результатов. Но волноваться будет и Санкт-Петербургский государственный университет, ведь ему хочется, чтобы в нем учились лучшие ребята, которыми он будет гордиться. Университет